Доброе утро, коллеги крымчане! Уже считаю дни до наступления нового года. Кто-то купил подарки родным и близким, другие определились, где будут проводить новогодние выходные. А я тем временем задумалась о покупке главного украшения праздника – елки. В Керчи уже заработали елочные базары, где жители могут выбрать на свой вкус зеленую красавицу. Кстати, интересный факт – в еловой хвой, особенно молодой, витамина С содержится даже больше, чем в лимонах. В былые времена хвойное вино, изготовленное из иголок, спасало парусные экспедиции от цинги. Как керчане выбирают елки, сосны и каким должно быть качественное новогоднее дерево, я узнала недавно и теперь хочу поделиться этой информацией с вами. Давайте посмотрим сюжет о работе елочных базаров в городе Героя. К выбору новогоднего дерева Артур Муленко подошел ответственно. Еле предпочитает сосну. Она и стоит дольше, и хвой с нею меньше осыпается. Здесь большой елочный базар, нам здесь очень удобно, и мы стараемся купить елку до Святого Николая, до 19 декабря, потому что у нас двое маленьких детей, и чтобы на 18-19 декабря она уже елочка стояла наряженная. Порадовать родных зеленой красавицей спешат многие. В первый день работы елочного базара Артем Кузнецов продал 24 вечно зеленых растения. У предпринимателя 600 деревьев двух видов – сосна и ель. Если за первое особого ухода не требуется, то ель весьма капризна. Ее нужно положить сначала на балкон, чтобы она 5 часов постояла. Это, как нам сказал производитель, человек, у которого мы это все брали. Надо, чтобы она постояла. Потом берете песок, допустим, это будет морской или не морской, неважно, и чтобы он был постоянно мокрый, слегка. И тогда она будет стоять и месяц, и два. Местные бизнесмены предлагают клиентам один метр ели за 500 рублей. Это средняя цена за зеленую красавицу. Коммерсанты вправе завысить стоимость. Однако торговаться тоже никто не запрещает. От этого продавцы только входят в азарт. Главная героиня новогоднего праздника – живая елка – не только радует глаз, но и отвечает особым требованиям. Ветви должны хорошо гнуться, хвоя – не осыпаться, а иголкой, если ее разломать, приятно пахнуть. На центральном рынке и на ярмарках, которые развернули в районах города, продают деревья, привезенные из Пензы. Но каждый предприниматель сам выбирает регион, где закупать товар. Все районы города, все более густо населенные, где движение, там мы предусматриваем елочные базары. Ежегодно мы их выставляем на аукцион в преддверии новогодних праздников. Субъекты хозяйственные поддают документы и по результатам аукциона заключаются с нами договора на эти места. Всего в Керчи пять елочных базаров. На улицах Войково, Кирово, Пролетарской, Ворошилово и Орджоникидзе. Они продолжат свою работу до конца декабря. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Новости, 24, Керчь. Мы продолжим тему подготовки города к Новому году и о том, какая развлекательная программа ждет керчан в новогоднюю ночь, какие артисты порадуют жителей своими выступлениями, нам сегодня расскажет Валерия Чемизова, заведующая культурно-массовым отделом городского центра культуры и досуга города Керчи. Валерия, доброе утро. До Нового года осталось буквально несколько дней, чуть меньше двух недель. Город сверкает разными огнями, украшен гирляндами, елочки тоже красуются и ждут своего часа. Расскажите нам, когда на елках города зажгутся огни? 21 декабря в городе Керчи торжественно зажжется новогодняя елка, засияет огнями и одновременно с ней зажгутся еще 8 красавиц в нашем городе в районе Войково и Оршинцево на площади ДК Коробел. Прекрасно. Я также знаю, что 21 декабря традиционно пройдет парад Дедов Морозов. Это будет уже третье шествие по счету. Расскажите, что интересного вы приготовили и чем запомнится это шествие о Керчанах? Да, действительно, парад Дедов Морозов стал уже традиционным в нашем городе и в этом году, в третьем городском смотре будут участвовать не только Дедушки Мороза, но и Снегурочки. В этом году уже вновь выберем Дедушку Мороза, самого замечательного. Ну и, конечно же, в этом году из нового будет выбрана королева следующего года, будущего года, королева крыса. Ух ты, что-то новое, интересное. А сколько заявок поступило на участие среди Дедов Морозов и кто хочет стать королевой года? На данный момент к нам поступило более 30 заявок на участие в параде шествия Дедов Морозов. Из них, наверное, около 15 штук с заявкой на участие в конкурсе приветствия. Те, кто пройдут в параде шествия и поучаствуют в конкурсе приветствия, потом могут побороться за призы от наших спонсоров, от наших партнеров, за бытовую технику и, естественно, за гран-при. Победитель гран-при фестиваля получает телевизор. Ух ты, а про королеву что? Как там? В этом году будет гран-при, это королева крыса, скорее всего, одна из наших красавиц керченских, которая удивит наши жюри многоуважаемые и получит этот гран-при телевизор. Сколько девушек хотят стать королевой? Вы знаете, сейчас практически все заявки групповые, семейные, то есть сколько там будет девушек, не могу пока сказать. Хорошо, а по каким критериям вы оцениваете конкурсантов, если говорить про Дедов Морозов, то есть каким должен быть настоящий Дед Мороз? Ну, оценивает наших Дедов Морозов, это учредители фестиваля, администрация города и компетентные жюри, которые работают в отрасли культуры и других отраслях. Оценивают по параметрам воплощения образа, оригинальность жанра, как смотрится на сцене, как поздравляет деток. Ну, собственно говоря, параметров может быть много, но если этот Дедушка Мороз действительно понравился нашим керченским зрителям, в первую очередь важна их реакция, как на него отреагируют дети. Поверили ему, значит, это действительно может быть Деда Мороз. Замечательно, а что все-таки ждет Керчан в новогоднюю ночь? Как она пройдет? Какие артисты к нам приедут? Новогодняя ночь у нас будет проходить на трех площадках. Новогодняя ночь на школе искусств имени Сердюка, новогодняя ночь на площади дворца культуры Корабел и, конечно же, центральная площадь также будет работать. На центральной площади с 23.00 будут работать ведущие. Шоу-программа «Елки-палки. Новый год» для вас будут работать наши ведущие. Естественно, все жители города смогут увидеть речь президента поздравительно. Будет прямая трансляция. Да. Ну и впоследствии праздничная концертная программа с участием хедлайнера этого праздника Натальи Синчуковой и Виктора Рыбина. Город Москва. Здорово. А что будет уже после Нового года? Какая программа ждет жителей в новогодние праздники, в новогодние выходные? Что интересного? Ну, после Нового года мы тоже отдыхать не будем. Обещаем нашим горожанам, что проводить время будет весело. На площади Ленина будет организована 1 января культурно-развлекательная программа для детей от агентства «Ваш праздник». Аниматоры будут развлекать детей в течение двух, а то и более часов вместе с конкурсами, песнями, танцами и хороводами возле новогодней красавицы. Впоследствии будем проводить новогодние караоке и всех керчан ждут выступления кавер-групп нашего города. Замечательно. Валерия, спасибо вам большое, что вы нашли время сегодня для нас. Я напоминаю, у нас в студии была Валерия Чемизова, заведующая культурно-массовым отделом городского Центра культуры и отдыха города Керчи. На этом у меня все. Студия, я передаю вам слово. Спасибо большое, Даша. Спасибо за всегда оперативную конкретную информацию. Желаем вам добрых новостей. Напомним, на связи был керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Дарья Зимина.